Смотрите, когда вопрос касается сердца и вегет сосудистой системы, очень важно работать с разумом от всей системы. То есть, не имеет большого смысла давать травы только для выравнивания пульса. То есть, когда мы делаем только так, мы просто убираем симптом. Ну, к примеру, вас и так это в принципе не беспокоит, да? Но, тем не менее, это может привести к каким-либо заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Мы сейчас не вдаемся глубоко в патологию с точки зрения современной медицины. Я стараюсь объяснить с точки зрения современной описания. Вы можете и так в интернете найти. Итак, в первую очередь, что нужно делать? Очень важно обратить внимание на то, есть ли у вас физическая активность. Я имею в виду, не обязательно ходить в фитнес и заниматься там со штангой. Нет, я говорю, допустим, прогулки. При этом увеличивается у вас пульс, уменьшается, быстро ли он восстанавливается. А при минимальной физической нагрузке, допустим, вы позанимались йогой, да? Или, не знаю, там сделали планку или какое-то простое легкое упражнение. Как у вас в этом случае восстанавливаются сосуды или не восстанавливаются? Какие травы или препараты вы пьете? На это тоже нужно обратить внимание. Обычно для того, чтобы сердечный ритм был хороший, для того, чтобы при этом работа сердца была стабильной и сосуды были в хорошем состоянии, кстати, возраст ведь тоже очень важен, для этого нужно сделать, в первую очередь, наложить сон. Ну, если вы спите нормально, то есть у вас нету бессонницы, у вас нету постоянных просыпаний, у вас нету большого количества стресса, то есть продолжительного стресса, особенно губительного. Потому что при всех перечисленных факторах вата, Доша, она увеличивается, и она ухудшает работу сердца, ухудшает часто сердечный ритм, изнашивая сердце и сосуды, потому что вы в постоянном напряжении. То есть вся ваша энергия, она уходит как бы туда. Вот, и тем самым вы своего рода сжигаете отжиз, это такое жизненная сила. Очень часто у людей, у которых плохое сердце, плохие сосуды, плохие сосуды, нету огонька. В вашем же случае, если вас это не беспокоит, я бы советовал принимать как минимум два иераритических средства. Первое, это хрудая йог чурна, для того, чтобы выровнять, то есть именно не увеличить, не уменьшить, а выровнять работу сердца и, соответственно, сердечный ритм, плюс состояние сосудов. Можно принимать по получению ложки 2-3 раза в день. Это именно как профилактика. И второе, это аноломан йог чурна. Это средство, оно выравнивает вата Доша в организме. И именно в Айрведе такие более-менее классические сборы, они сделаны таким образом, что он не повышает, не понижает, он именно выравнивает именно для вас, да, то есть что необходимо в вашей системе. Потому что травы, они именно дополняют систему, если правильно их прописывать, и это действительно хороший и качественный сбор. В данном случае вы можете принимать и тот препарат по получению ложки. И тогда именно необходимо, скажем так, более правильный пульс для вашей гармонии, гармонии вашего здоровья и качества жизни с помощью этих трав вы получите. Также очень хорошо делать само массаж, заниматься практикой параноямы, дыхательные упражнения, потому что когда вы занимаетесь дыхательными упражнениями, это также влияет на выравнивание пульса, на снятие, к примеру, стресса, напряжения внутреннего и на проработку себя. Это тоже очень важно.